Не каждый водоем покрылся прочным слоем льда, но людей это не пугает. В эти выходные спасатели вновь посетили клевые места, чтобы напомнить тем, кто стремится за рыбацким счастьем, правила безопасности. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Лед еще не успел окрепнуть, а акваторию Чебоксарского залива уже оккупировали рыбаки. Обычно по выходным здесь собираются более 40 человек. Причем приходят сюда не только представители сильной половины. Открыть сезон подледной ловли решилась и Таисия Судакова. Что, впрочем, с такой фамилией неудивительно. Вообще удочку в своей домской сумке она всегда носит на готове. А давно уже рыбачите? Я лет 10. Зимний. А летняя с детства. И с папой ходила, когда маленькая была. Откуда такая страсть к рыбалке? Не знаю. Интересно. Нетерпение рыбаков понятно. Однако толщина льда в некоторых местах не превышает и 5 сантиметров. Большую опасность представляют и так называемые родники. Вот такие дыры на льду появляются из-за газов, которые образуются под водой. Но любителей зимней рыбалки не пугает ничего. Те, кто приходят сюда уже не первый год, отлично ориентируются в этих местах. Но бывает, что удача отворачивается даже от опытных рыбаков. На днях в Татарстане сняли с оторвавшихся льдин более 100 человек. А в Мариелл ранняя рыбалка закончилась трагедией. Два рыбака провалились под воду, тоже так же, видите, недавно. А рядом, которые сидели, решили помочь им. Три человека. В итоге все пятеро провалились. Двое так и погибли, а трое до сих пор уже не мы оценим с прихлаждением. Инспекторы ГИМС раздают рыбакам вот такие памятки, где подробно описано, как себя вести на льду. Ведомстве отмечают, что бурить лунки на водоемах будет безопасно, когда толщина ледовой корки превысит 7 сантиметров. Дмитрий Ковалев, Республика.